Привет зритель! Так как даритель любит только мунбанки, то АСМРа тебе не будет. Ну в смысле распаковка обычная. Я уже отодрала этим ножичком наклеечку, где там кого от кому, зачем, почему. Я только что сходила на почту, я отрубилась буквально минуточек на 40. И по времени было бы уже, что посылка пришла, я уже думаю, может опять это какая-нибудь феерическая девочка, мальчик, существо, с углической основной почты послала это в Мышкин, некого с хрен знает куда. Но внезапно послала это не хрен знает куда, просто на почте у нас случился коллапс. На самом деле там два человека не между собой похожи, может отобраться, в смысле две сестры, дочь и мать, не знаю как, но короче в общем они внешне похожи, отличаются наличием очков. И вот внезапно меня обслуживала не та, которая обычно обслуживает в очках, а та, которая без очков. И вот я получила посылочка, у меня еще написано в смске было стоимость, ну типа получения 20 рублей, я думаю, в смысле, вроде без наложного платежа. Посмотрела в приложении, ничего такого нету, только рядом написано, если хотите доставку на дом, то 150 рублей вам, я думаю, до сейчас, мне тут дойти 3 минуты. Так вот, 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 да, ты видишь этот вот планшет, я тут мысля пришла голышом, на самом деле не голышом, в общем в пижаме я выходила на балкон, и видимо меня слегка продуло. А я любила не та, уж холодная, ну короче я кашляла все тем, минут час назад, сейчас вот покашляла, думаю, надо будет молока потом медом попить, или горло просто прополоскать. Тут он, как это сделать из этой коробочки коробочку, такая интересная картинка, ты-то блин не увидишь, не знаю, вот, кверх ногами будет. Ну просто оно так прикольно выглядит, сначала лежит, потом лапки кверху, потом прям будто это холодильник какой-то, потом будто это холодильник, которого поставили уже, ну открывается сверху голова, потом она как бы лапки спустила. В общем, интересная вот такая картиночка. Эта коробочка, наверное, подойдет моей кошечке Алисочке. Я после этого буду кушать и загружу, по крайней мере попытаюсь, 6-ти гиговый АСМР с тихим голосом. Меня там немножко прибомбило, потому что я когда его стала клеить, смотрю, у меня вроде как-то голос местами то громче, то выше, а перед этим еще я почитала каменты всяких зрителей. Ну, в общем, я надеюсь, что ты словишь мурашку, вроде там более-менее тихий голос был, а потом я поеду в Азон. Тут, короче, по сути конфеты, которые делаются, дай черт памяти, в Новосибирске. Так, Лёля из Тюмени, а она из Новосибирска. У меня и там, и там есть родня от одного бабушкиного старшего брата, бывшего подполковника КРДБ. Ныне уже, наверное, я не знаю, кто он в параллельной вселенной. Кстати, люди давно подмывают, сказать, еще на завтраках. О, эти конфеты я видела на фотке. Так вот, люди. Вот вам снятся когда-нибудь умершие люди, с которыми вы близко общались? Ну, они снятся вам так, вот будто бы в их жизни вас вообще никаким местом не нарисовано. Мне очень долго снилась мама так негативным моментом. Я это все воспринимала негативным моментом. Почему она мне снится такая живая, и про меня ей как-то пофиг. А потом вдруг меня озарило, что она мне, наверное, снится, как она сейчас тут в параллельной вселенной живет. Так я озвучила это. Если вам такая тема интересна, дайте знать комменты, я потом на каком-нибудь мунбанге поем. Потому что, поговорю, у меня там еще полтора пакета хлопьев, ау-лайт, еще почти пол пакета этого гранолы. Дианолы. Так вот, это мне надо будет надкусить с чаем. Я боялась, что тут будут огромные ассортименты, и я это столько с чаем не осилию. Но тут очень даже нормально. Я осилию. Так вот, тут у нас что, тут у меня домик какой-нибудь. О, тут Мишка ласку сверху держит, вот так вот. Что влезти-то в кадр, вот так вот. Короче, стоит лап... Мишка держит лап сверху. Может, это знак Новосибирска, я не знаю. В Ярославле же есть этот медведь, который стикер башка держит. Называется это Центр Державы. Почему мне там где-то прислали? Сердобольная зрительница Аня, поняв, что у меня аллергия на пальмовое масло. Тут какая-то полоса. Видно, там ее нет, вот полоса тут какая-то. Решила поделиться со мной конфетами их фабрики. Да, вот Новосибирская фабрика шоколадная, фабрика Новосибирская. И Мишка лапки кверху держит. Наверное, это их какой-то, ну, фильмов. Когда-нибудь я доберусь до Новосибирска и Тюмени. Я маленькая в детстве была. Нам приходили бумажные письма, открытки с Новосибирской, с Тюмени. В Новосибирске троюродные две сестри есть. И тетя Надя, их мама, соответственно, дочка бабушкиного старшего брата КГБшника по линии мамы. Так вот, а в Тюмени он сам жил. У него там еще сын есть. У сына там две жены, три дитя. Жена у детья Саши была, но там жены уже, по-моему, нет. Ну, так вот, приходили открытки оттуда и оттуда. Сейчас-то я понимаю, что это две разных области. Но в детстве мне казалось, что это вообще практически один город. Вот налево пошел в Новосибирск, попал. Направо пошел в Тюмень. Не оказался. 250 грамм. Конценты глазерона, шоколадной глазурью с начинкой между слоями вафель. Центр державы. Так, как бы это? Сюда, кстати-ка, вот так правильно. Видно, вот, не видно. Это много денег. Вот так. На чем? У меня там бронетский орех лежит, я его собираюсь отжать. Там мало его, правда. Ух ты, это эти, трюфель или что-то в этом было. Главное прикольно, тут пакетики одинаковые, наклейки, видимо, разные. А наполняемость уже разная. А что у нас? Конфеты не глазированные, с кремовым корпусом. Мой костер. Простите, я живаю. Тут вон наразвес что-то такое интересное. Ух ты. Акция конфеты по одной цене категория. А как называется? Мне так понравилась цена 599,99. В общем, 99 копеек на конце, это, видимо, по-всероссийски. Ну, по всей России. Дары Сибири. Орех. А, вот, вижу, кедровый орех, дары Сибири. Чушка и сосна. Я раньше в детстве думала, что кедр, это музыкалки такие плоские, полусосны росли. Ну, в смысле, у них листья такие плоские. Забыла, как ее звать. Ну, в общем, то, что не кедр. Потому что у них были такие вот шишечки, ну, как зернышки такие. Я думала, что в них как раз эти кедровые орехи и живут. А оказалось, это совсем не кедр. А кедр, это, казалось, по-фу, ну, в смысле, вот тут нарисована сосна с шишками. Видимо, кедр, это какая-то большая сосна. С шишками. Ну, потому что кедровые орехи обычно из шишек достают. О, тут что-то такое интересное еще. Четвертый вид конфет. Так, кто тут такой? Новосибирск Экстра. Шоколадная фабрика с медвежонком. Новосибирская. Кстати, улица Никитина. Да, так и называется Новосибирск Экстра. Больше никто нигде. Тут какой-то полулошадь с крылышками. Передняя копыта, как у кобылы. А задняя копыта, хвостик и крылышки. Кан-пай-пыль. Что-то такое плоское. Письмо не иначе. Сделано дома с любовью. Ух ты, у меня похожие наклеечки есть. Я тогда на Алиэкспресс доказывала. О, тут что-то вот такое. Вот, так это зефир. Я, мне Аня говорила, что там зефир, и она боялась, что он замернет. У нас сейчас хрен знает. 0 плюс 5 на балконе вроде как-то для минус 5. В смысле 0 минус 5. Вроде по градусам минус 5 по телефону. У меня же градусник только на балконе, вот который обычный градусник. Он раньше висел, но мы были у меня разные коты. Сначала кот, потом кошка его раскорочили. Так вот, там вроде как минус 5 на улице. Но на балконе такое ощущение, что минус 2. Зефир экстра в шоколадной глазури. Виттограмм. Вот оно тут, да. В коробочке. И там еще и зефир. А я смотрю, никак не помню, что это такое. Я только когда вот взяла, поняла, что эта коробочка-то вообще прозрачная. Стоять не подать. Что-то такое интересное. Ух ты, блин. Бетон. Бетон. Бетон на меду. Биологически активная добавка пищи. 60 миллилитров не является лекарственным средством. www.vitom.ru ГМП Что это? Продолжительность приема 10 дней. Курс приема рекомендуется повторять 1 раз в 3 месяца. При употреблении БАК в рекомендуемой дозе в организм будет поступать фруктоза. Сделано в Сибири в Наукограде Кольцово. Ого! У меня как раз из Кольцово и шло все. А я еще хотела в сети посмотреть, что это за Кольцово. Ну, район, город или что. Так руки не дошли. А вот мед натуральный, кукурузный экстракт, ферментированный бактериями. Мед с бактериями. Ну, посмотрим, что это за мед с бактериями. А, надо вскрыть его, наверное. Ух ты! Там еще бумажка. Бумажка. Я к ней прилипостивка. Я не помню, как называлась. В начале 2000-х, в конце 90-х. Короче, какая-то штука такая была. Территорию. Ну, какая-то такая вот баночка беленькая, желтой крышечкой, пластиковая там какая-то требуха. На пчеловодстве основанная. И бабушкина подружка, которая 80 с чем-то лет, шустренькая такая, до сих пор работает. Рита. Маргарита. Ее дочка, оказывается, соседка моей подружки Маши. Ее внучка и правнучка там же еще, тоже соседки, короче. И вот она распространяла этот территорию, не территорию. У меня что-то сейчас просто вспомнилось. Может, кто-нибудь в курсе? Может, это чисто ярославское было, или это чисто вообще всероссийское было. Тоже какие-то такие делали. Там пыльца была, ну, вот эти гранулки такие, ну, как, кружочки пыльцы, обделанные воском, черейдом. Их можно было лопать. Это для тех, кто, допустим, не мог добыть пыльцу сам. Созрослым применять не менее трех... Одна чайная ложка от 1 до 10 грамм в день через приблизительно равные промежутки времени в течение не менее 10 дней. Принимать вне зависимости от приема пищи допустимо применять до еды вместе с едой в удобное для приема время, как хорошо. Потому что, как бы, это... Я сегодня уже два раза завтракала. В 4 утра и в 7. Где-то так. Так, что это у нас? А-а-а! Стасовцы поддержали юбиклофор, роллы, флоры и функции кишечника, укреплению иммунитета. Вот такая. Кирилл кто-то. Жиры, белки, углеводы. Жиров неман. Углеводов 80. На 100 граммов белки 0,8. В 10 граммах 0,08. И козырии. Вот. Ну это обратно сейчас. Тут куча взятой информации. Можно потом вот почитать. Тюбичок. Мертвый натуральный кукурузный экстракт. Многофольгировано. Раз его можно применять до, после и во время еды, то можно сейчас отсобачить. У меня, конечно, за ложкой надо лезть. Может это просто так. Не делайте это, люди, сами. Делайте. А, нет, ладно, я сделаю по фуншую. Чтоб никого не тренировать, мало ли кто-то будет смотреть. Причащается рабобожья. Даже ложка вам подтвердила. Лап дрожит. Ну да, оно как бы напоминает мед. Ну, в общем, как бы тут чайная ложка. Так это мед и есть. Я хотя бы тут пишутся, а то муж все забыла, что-нибудь. Интересный мед. Мне иногда ощущение, что я путаю майский и риповый. Так вот этот, наверное, где-то вот в эти места, в эти моменты и был. С конца апреля по середину июля. Созданный пчелками. Ммм, вкусненько. Спасибо, Аня. Сейчас я это... А я прорезу. По-моему, тут какая-то закладочка. Но я не уверена. Просто я знаю, что Аня делает какие-то закладочки. Запаковано на совесть. Называется «Хрен вскроешь». Может, конечно, тут надо было нормально вскрывать, а это я как-то через одно место, как обычно. Видите, что-то там красивое такое по сушениям. А какое бы смс-то получилось, да, люди? Оно тут шуршит. Ух ты, какая прикольная хреновина. Точно закладочка. Обалдеть. Я люблю вот такие штуки с ручной работой. В смысле, ручную работу. Тут это еще бумажка с таким текстом. Будто ему 300 лет. 23-й год. Тут какие-то блестяшки. Цветочки, которые, когда высыхают, становятся с пушинками. И еще какие-то маленькие цветочки, как звездочки. Обалдеть. Круто тень. И голубая вот эта хренотень. Прикольно. У меня есть книжка, которую я иногда читаю. Или уже, когда, допустим, ну, бывает такое, что свет отрубили. Да, или бывает такое, что. Ну, бывает просто, что я читаю бумажную книжку. Просто у меня есть книжка, которая, она и в электронном виде в сети есть, но у меня она в бумажном виде. Практически вся коллекция. Обычно я ее читаю летом в деревне в Гамаке. Так вот, книжка. Я в нее вложу эту докладочку. Ну, или вложу другую какую-нибудь книжку. У меня там есть этот словарь современных японских слов. Круто. Спасибо. Так. Сейчас я-то как-то... Если я уберу сейчас коробочку, тут очень трудно. Сейчас куда-нибудь. Вот так пока положу. Сниму коробочку. У кошки будет домик новый. Ой. Но она сейчас прилипла. Эй. Почему-то не прилипла. Сейчас я своих тушеных овощей поем. А потом включу камеру и с чаем поем уже это. Подкусываю конфетки. У меня тут как раз их дофига. Эту штуку я уже протестила. Кюбичек немножко липкий. Но он, по-моему, просто липкий. Это не мед. Это что-то такое липкое. Да, это что-то другое липкое. Упаковочно липкое. Вот. У меня такая сладкая посылка от Ани. Из Новосибирска. Спасибо тебе, Аля. Ой-ой-ой. Зрители, если хочешь такую же распаковку от меня, можешь мне что-нибудь послать. Я могу тебе даже АСМР на ее раскрыть, если ты по АСМР. Так вот. Всем спасибо за просмотр. Хотите поддержать канал где-то справа, слева, сверху, внизу? Облачко поддержи, Ольку. Ну и как? Проверять. Пробовать конфеты на камеру я буду отдельным видео. Пока. Продолжение следует.